Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти У петербуржских депутатов родилась идея ужесточения наказания за угон автомобиля По мнению парламентария, в такое деяние должно относиться к разряду тяжких Инициатива уже направлена руководству МВД Это будет своеобразным упреждающим ударом, считают народные избранники Они прогнозируют резкий рост числа угонов в нашей стране Из-за недоступности автомобилей и запчастей к ним В настоящее время минимальный срок заключения за неправомерное завладение транспортным средством Без цели хищения составляет до 5 лет Трасса 101 В продолжении темы совершенных противоугонных систем сейчас не существует Уверяют одни эксперты Якобы любую защиту можно обойти или сломать Им возражают другие У максимально дорогих систем уровень защиты близится к 100% Так или иначе, каждый автовладелец должен соблюдать простые правила Говорят в госавтоинспекции Во-первых, никогда не оставляйте ключи в машине, даже если отлучаетесь на несколько минут Перед уходом проверьте, закрыты ли двери, не остались ли приоткрытыми стекла Во-вторых, в машине нельзя оставлять ценные вещи, сумки и документы Особенно, если их можно заметить с улицы В-третьих, ключи от автомобиля никогда и нигде не следует оставлять на виду Зачастую угонщикам становится хорошо знакомый хозяину авто человек Трасса 101 Общероссийский народный фронт выступил против ужесточения наказания за грязные номера Речь идет о штрафе в 5000 рублей или лишении прав на срок от с одного до трех месяцев Такая норма за, подчеркну, повторное нарушение содержится в новой редакции Коап По мнению активистов, отбирать права за нечитаемые регистрационные знаки в условиях русской зимы Это просто безумие Сейчас залепленный грязью или снегом номер может аукнуться водителю штрафом 500 рублей Либо предупреждением Нечитаемым признается знак, на котором с расстояния 20 метров нельзя рассмотреть хотя бы одну букву или цифру Трасса 101 У москвичей появилась возможность бесплатно избавиться от старого автомобиля, который давно не используется Услуга предоставляется в рамках сервиса вывоз ненужных вещей Все просто По звонку приезжает эвакуатор и увозит автохлам Единственное, что требуется от гражданина, это предоставить документ о том, что именно он является собственником авто Вообще проблема старых и бесхозных машин, оставленных во дворах, стоит в российских городах довольно остро Решить ее с юридической точки зрения зачастую непросто, особенно если не получается найти хозяина автомобиля На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирома Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101